Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар 24. О том, какие явления природы в ближайшие сутки обещают метеорологи, расскажу вам я, Зарина Мухамедали. Кроме того, вы узнаете, какой именно вид осадков можно использовать в качестве витаминной добавки. Но это чуть позже, а пока разберем синоптическую ситуацию на севере Казахстана. Эти области под покровительством теплого атмосферного фронта. Они буквально окутаны плотной облачностью облажными снегопадами. К картину дополняют сильные ветра, метель с ухудшением видимости. Именно об этом стоит помнить в пути, например, по популярной трассе Астана-Бурабай. В Кокшетау ночью до минус 19, днем около 8 морозов. В Кустанае снег чередуется с ясной погодой минус 15, в темное время суток минус 4 днем. Петропавловск тоже ждет дневное потепление. Отступление холода – один из признаков теплого атмосферного фронта. Запад страны окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Это значит, что небо закроет плотные и слоистые облака, пройдут осадки в виде мокрого снега. Это относится к Октубе и Уральску. К югу осадки перейдут в дождь, будет ветрено, а повышение температуры и влажности воздуха кое-где приведет к образованию туманов и густых дымок. У моря температура воздуха составит около 8 тепла. Юг республики останется в зоне влияния фронтальной системы, из-за чего в небе кое-где будут клубиться снеговые облака. Если кто ждал в этих краях зимы, то ловите момент. Северо-восточные воздушные потоки заставят столбики термометров снизить свои показания. В Казаларде ночью минус 14, днем минус 3. В Шемкенте в темное время суток около 3 ниже нуля, при свете солнца плюс 2. Тарас ожидает небольшой снег. В Талдыкургане, где по статистике среднемесячная температура декабря 0 градусов, погода почти в норме. Днем здесь от 0 до минус 2. Восточно-казахстанскую область увенчает солнечный гребень сибирского антициклона. Но это тепло обманчиво, так как усиливается выхолаживание воздуха. Только северо-запад с приближением фронтального раздела вновь начнет накрывать пелена снеговых туч. Усть-Каменогорск кратковременный снег. Минимальный ночной показатель минус 16. В Семее ясно и холодно. В Павлодаре дневная температура воздуха около 11 мороза. В Центральной области Казахстана окажутся под опекой барического максимума, который будет стараться очистить небо от облаков. В Жасказгане минус 16 ночью и минус 8 на солнце. А на севере области задает тон близость фронтальной системы. И это отзовется незначительными очаговыми снегопадами. Как в Караганде, например. Ночью здесь минус 18, днем минус 10. Снежное покрывало – вещь полезная. Как говорится, снег лежит, земля не дрожит. На родине яблони Сиверса, дикого предка культурных сортов яблок, облачно с прояснениями, кратковременный снег, гололед. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, днем около нуля. В столице нашей Родины в эти выходные из облаков осыплется небольшой снег. Ветер юго-западный, южный с порывами до 13 метров в секунду. Как следствие, поземка и метель. Температура воздуха ночью до минус 20, днем 8 ниже нуля. Атмосферное давление будет падать, солнечная активность умеренная, геомагнитное поре неустойчиво, возможно, слабые магнитные бури. Тем, кто следит за здоровьем, полезная информация. В качестве витаминной добавки можно использовать самый обычный дождь, потому что он содержит витамин В12. Это была метеорологическая служба телеканала Хабар-24. Хорошей погоды!